Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидей. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим своё здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ведущий Геннадий Малахов. В эфире программа «Целебная кулинария» и ведущий Геннадий Малахов. И в гостях у нас следующая моя помощница – Таня Ларич. Здравствуйте. Доброе здоровье. У меня вопрос. Вопрос про свёклу. Таня всегда приходит с вопросами и с удовольствием отвечает. А что такое свёкла? Что это заинтересовало? Значит, вот я вам скажу, как. Несколько лет назад я делала модные анализы, что моя кровь переваривает, что моя кровь любит, что не любит. В общем, модный анализ крови, по которому понятно, какие продукты имеют мне смысл есть, от каких стоит отказаться. И вот единственный продукт, по которому у меня были внутренние противоречия, всё остальное мне понравилось, это была свёкла. Почему? Потому что мне сказали, что вроде бы мне её не надо, но я её люблю. Дальше начинается мое наблюдение за этой свёклой. Что получается? Вроде бы я даже сырую люблю. У меня приятельница очень вкусно готовит, и она всякие мне такие закуски делает всё это с сырых овощей, с какими-нибудь там соусами, там, сметаной, там, что-то с удовольствием. Всё прекрасно идёт. Но однажды вы ещё сказали такую вещь, что по моче, по запаху, по цвету, можно понять, какие продукты тебе уже надо перестать есть, по крайней мере, сегодня, потому что уже моча этим, если пахнет. И здесь тоже получается, что вот, как бы, со свёклой я не дружу, но я её люблю. Люблю. И как мне её есть, и кому она помогает. А потом ещё в вашей книге «Травник» потрясающие для меня вещи, что вот, например, свёкла вредна для человека слизистой натуры. Ну, человек слизистой натуры – это очень полный человек. Навряд ли я отношусь прям к чистому, там, типу слизистой натуры. Но у меня есть хронические вот эти тензилитики, то есть, что-то там скапливается какая-то вот слизь, бронхитики. И, наверное, мне нельзя всё-таки это есть свёклу. Или можно? Вот такое длинное предисловие, абсолютно искреннее. И всё, что вот со свёклой. Я думаю, что свёклу, конечно, можно и есть, но, опять-таки, всё надо делать умело. Вот смотрите, вот свёкла. Я сразу её, видите, как держу по отношению к груди. Что она напоминает? Сердце. Сердце. Вот как раз свёкла будет поддерживать на наработку сердца. Значит, это одно. Но она, видите, ещё овощ такой, корнеплод, вернее, большой. Действительно, она, как бы сказать, стимулирует накопление, я бы сказал, слизи, она стимулирует накопление объёма в организме человека. И поэтому, действительно, полным людям не совсем бы её хотелось съесть, но, тем не менее... То есть, если бы, может быть, и хотелось, не совсем рекомендовалось бы. Да, не совсем рекомендовалось, но, тем не менее, если бы в небольших количествах, то всё будет нормальненько. И в зависимости от того, с какими ещё другими продуктами её есть. И вот, что ещё, Танюша, важно подчеркнула. Есть ли какой-то продукт у вас? А свёклу ты любила сырую или варёную? Ну, в детстве варёную. Сырая добавилась уже потом, во взрослом возрасте, осознанном, для того, чтобы даже попробовать. А сколько ты её съедала? Сырую или варёную? Сырой. Ну, сырой 4 кусочка. 4 кусочка, да? И уже урина окрашивалась свекульной светой? Нет, 4 нет. А сколько? Это когда варёную и съешь этот прям салатик классический. Вот смотрите, теперь начинают выясняться подробности, как лучше использовать свёклу. Действительно, вот свёкла, полезный продукт. Он должен, конечно, усвоиться у нас. И он, конечно, повлияет на нас своим там объёмом. Он это придаст, да? Но, когда мы с вами свёклу варим или другой продукт подвергается термической обработкой или ещё чему-то, то те полезные вещества, которые наш организм может усвоить, переварить и нормально использовать, они становятся для него недоступными. И одним из таких процессов, который делает вещества, вот смотрите, видите, свежая свёкла, это уже варёная, делает менее доступными для нашего организма, это является термическая обработка. Как только мы с вами свёклу сварили, это как вот в яйце, белок свернулся, и он уже, то есть вещества здесь свернулись, и они уже становятся менее доступны для нашего организма, более того, чужеродными, они гоняются по крови, и почками выбрасываются наружу, окрашивая урину в свекольный цвет. А попробуйте вот такую вот свёклу, в первую очередь вы много её не съедите, и важно щену ещё и съесть, для того, чтобы она повысила нам и защитные силы, и стимулировала, ну будем говорить, кроветворение. Поэтому я как раз вот расскажу о том, как её приготовить. Тогда у меня сразу вопрос, как вы прокомментируете следующие продукты для этой свёклы. Первое на первое, я вычитала замечательный рецепт маринада для свёклы, причём сейчас я думаю, что может быть этот маринад пойдёт и не только к свёкле. Класс! Что ты почувствовала? Эфирные масла, которые были в тмине, они вышли, и дух тмина распространился. Оказывается, всё, что у нас плохо там переваривается, недостаточно усваиваться, особенно в желудке, для того, чтобы она разрыхлилась и переварилась, необходимы вот эти вот, как бы сказать, всё это перемешать. Для того, чтобы всё это перемешать, вот как раз эфирные масла, которые содержатся в тмине, подходят лучше всего. Хорошо, тогда я сейчас поняла. Я сделаю заправку, условный маринад, да? А потом вы скажете, берём мы его как целебный, или не берём? Ладно? Хорошо, а прежде чем я отвечу, возьми одно зёрнышко тмина и разжуй, и скажи, что ты чувствуешь? А что я чувствую? А что ты чувствуешь? Вяжет? Нет. Возьми ещё одно зерношко тмина. Возьми ещё одно. Ну что, свежесть я чувствую? Нет, 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 нет. Нет? Должна что-то почувствовать. Что-то другое должно почувствовать? Да. Горький? Нет. Сладкий? Нет. Кислый? Нет. Солёный? Нет. А слегка, типа как перчик, жгучий? Вот, вот этого я от тебя как раз и добивался. И смотрите, любое вещество, или, вернее, любое питательное вещество, семена там, овощи и так далее, вот как они действуют на наш организм. Надо сначала там понюхать, посмотреть консистенцию. В частности, вот это сделать для чего? Чтобы показать Танюше, насколько здесь много эфирных масел, которые рыхлят, понимаете, первое, что они делают, они рыхлят ту пищу, которая попала в желудок. А раз они её рыхлят, это способствует тому, что она измельчается и лучше переваривается. Класс. Вот такой кусок или вот такой кусок легче переварить. Далее, попробовала на вкус. Я ощутила живучесть, имеется живучесть, да? Да. Живучесть сразу же, пищеварение это огонь, огонь, который надо добавить для того, чтобы всё это у нас лучше переварилось и усвоилось. Поэтому некоторые продукты, которые наш организм не в состоянии переварить и усвоить, мы, принимая тмин и другие вещества, там перчика, спицы и так далее, способствуют тому, что добавляем сил в нашу организму и он всё это переживает, усваивает, выхлит и нормально усваивает. Хлеб с тмином усваивается лучше всего. Свекла с тмином, опять-таки, усваивается лучше всего. Тогда ещё один у меня вопрос. Яблочный уксус. Яблочный уксус. С точки зрения пищеварения, добавляет ли он пользы? Ускоряет ли он пищеварение? Ну, считается, что немножечко он ускоряет пищеварение, немножечко, чуть-чуть. Он же яблочный, не столовый же. Здесь больше считается, что яблочный уксус полезен за счёт того, что он содержит калий, который питает мышцу сердца. Вот оно в чём. Но, тем не менее, конечно, кислые свойства способствует тому, что он и закисляет внутреннюю среду, которая должна быть определённого выражения. Вот. И в какой-то мере он способствует пищеварению, несомненно. Но слишком увлекаться, знаете, веществами, которые, как бы сказать, выполнили пищеварительную работу за вас, не стоит. И знаете почему? Потому что ваша пищеварительная система, ваш желудок вообще отучится переваривать. Как бы сказать, одно дело ему помочь, а другое дело, что-то регулярно за него делать. Ну вот помочь. Вот этим. Хорошо. Помочь. Можно. Так я сейчас мучаюсь вопросом, Геннадий Петрович, всё-таки сырую свёклу или варёную имеет смысл есть, когда у нас в маринаде присутствует тмин, да ещё чуть-чуть яблочного уксуса. Вот вопрос, да? Значит, лучше всего, конечно, для здоровья это будет сырая свёкла. Но можно, конечно, и добавить тмина, добавить там маринадика немножко, вот, и потихонечку приучать свой организм к свёкле и варёной. Потому что у нас имеются пищеварительные ферменты, да? Практически, ты знаешь, набор, набор большой. Но час из этого набора используется, а час не используется, дремит. И вот когда мы свёклу-то, это не ежедневная продукция, не ежедневная, просто изредка и употребляешь. И вот когда мы что-то употребляем изредка, у нас сначала не хватает ни ферментов, не хватает сил для того, чтобы всё это переварить. А потихонечку, вводя продукт в свой рацион, мы тем самым как бы стимулируем выработку соответствующих механизмов по его усвоению, расщеплению. Вот. И он тогда начинает полноценно усваиваться. Ну, вы мне выделите тогда чуть-чуть, чуть-чуть вот этой свеколочки. Хотя бы вот прям две колясочки для того, чтобы попробовать с этим маринадом. Я тогда его доделаю. Собственно, напомню, тмин, который разогрет. В идеале считается, что тмин раскрывается на сковородке. То есть, ему нужен огонь, чтобы он раскрылся. Но вот это движение руками тоже работает. Трение это огонь. Да, трение это огонь. То есть, мы его раскрыли и добавили чуть-чуть уксуса и чуть-чуть оливкового масла. Собственно, это основа маринада. Сейчас я все это перемешаю. А дальше сюда у нас пойдет и кинзочка, и чесночок, и белый ароматный лук. И вот это и будет тем маринадом, с которым можно есть как свеклу вареную, так и свеклу сырую, как сейчас я выяснила. Попробуем. Вот я тебе даю свеколку. А сам я сделаю салатик из свеколки, которая будет у нас сырая. И попробуем, насколько мне удастся его сделать так, чтобы он был и вкусен, и полезен. Да? Да. А что ты там пробуешь? А я пробую, он мне тминамала. А, тминамала. Добавляй. Так, я беру досточку, вернее, я беру терочку. Свеколку можно тереть на такой средней терке. А, вот это будет на тертой. Да. Окей, натираю. Кстати, много свеклы не надо, достаточно одна столовая ложка свеклы, максимум две, для того, чтобы ваше кровотворение хо-хо-хо поднялось на заоблачные высоты. Ну, так можно назначить себе какой-нибудь срок, каждый месяц, есть по полторы-две ложечки сырой свеклы, и поставить себе галочку, а кровь и позаботилась. Я знаю Нинель Ивановну генералову, которая сдала, по-моему, 200 литров крови, или 300 литров, нет, 200 литров крови, занесена в книгу рекордов Гиннеса, она в течение 50 лет сдавала кровь, была донором, каждые две недели пол-литра крови. В течение 50 лет. восстанавливала? Вот, этот вопрос мне я также задал. Она говорит, я взяла свеклу, сырую свеклу, просто она просто порезала ее, сразу трехлитровый баллон, поставила в холодильник. Интересно она сказала, что так как свекла порезанная и стоит на свежем воздухе, ну, в смысле, на воздухе, то в ней какие-то идут процессы, в которых вот это еще вырабатывается железо, еще что-то там такое делает. Да, и потом в течение дня она съедала всего лишь навсего, одно-две столовые ложечки свеклы с тертым яблочком, с тертой морковкой, еще там с чем-то с майонезом и так далее. И говорит, кроветворение было уникальное. И, кстати, она до сих пор еще жива. я видела программу вашу с ней, потрясающее впечатление, истории, конечно, жизненные сильнейшие, меня поразило. Это просто история для кино. Кстати, вот этот запах интересный. Это тоже как землю погребом каким-то, да? Землю погребом, вот, и с другой стороны, с другой стороны, вот именно вот эта свежесть, вот эта свежесть, вот эти фитонциды, которые здесь содержатся, они раскрывают различные закупорки в печени. Поэтому, если вы сидите слишком много свеклы или к ней не приспособлены, у вас может, ну, сразу так вызваться мощный желчегонный эффект и разбориться живот. Чтобы такого не было, всегда начинайте потихоньку. Итак, смотрите, вот я просто-напросто добавил столько свеклы, больше не надо. Теперь дальше что я делаю? Я сюда натираю яблочко. Кстати, свекла и яблоко свежее прекрасно сочетаются. А вот яблочко можно уже на более крупной терочке потереть. Вот так вот натираем. Так. Добавим сюда еще натертые морковочки. натертые Сколько у нас получилось? Нормаленько. Яблоко у вас должно быть в 2-3 раза больше, нежели натертые свеклы. По пропорциям. Это очень важная вещь. Потому что когда у них соблюдается пропорция, то получается не то, что хотелось бы. Так, натертые. Теперь мы берем морковочки. Сладкая морковочка. Натираем. Я вот думаю, а любителям вареной свеклы, вот сейчас повторят этот маринад за мной, да? С чем ее есть? С посолем? Любителям вареной свеклы. Свеклу можно отварить до состояния каши, до состояния полутвердости и до состояния нормального. с хрустинки. Так вот, если вы ее начнете сначала для нормального состояния отваривать и будете кушать, это одно, чтобы у вас привык ваш кишечник. А потом старайтесь, чтобы была хрустинка. Уже там огромное количество пользы. Так, огурчик. Кстати, огурчик мы в самом конце, почему? Потому что он быстро всего, как бы сказать, окисляется. Окисляется, да. Теперь мы с вами добавим кинзы, укропа, петрушки. Кинзы, вот. Хорошо. Петрушечка, кинза. Нарежем. Зелень всегда хорошо. Если свеколку, тогда сделаем сауренькой. Кстати, идет прекрасное дополнение к свекле, петрушке, укропа и прочей зелени. Почему? Да потому что здесь содержится хлорофилм, который является аналогом крови у растений. Поэтому это будет великолепное сочетание. Так, медленно, мелко еще измельчаем все. А у меня вопрос. Хорошо. Комментарий вашей мысли из книги Правник. Значит, вредные действия, свекла устраняют масла, вредные действия, описанные выше, это то самое образование слизи. А вредные действия у свеклы убирают масла. То есть свекла с маслицем уже по-другому действуют. Потому что в древней еще говорили, что она обладает сухостью и горячестью. Так вот, для того, чтобы устранить вот эту вот сухость чрезмерную, которую она может внести в организм, используется что? Масла. Масло лучше всего устраняет вот эти свеклы. сухости, которые возникают. Так. О! Хороший дух такой, пошел. так, собираем. Вот. И теперь еще добавим как-то, говоришь, масло, для того, чтобы свекла не оказывала своего действия. Да. И как только у вас в организме возникнут необходимые ферменты, появится, будем говорить, сила, способность переваривать. когда у вас свекла, вернее, у вас урина перестанет окрашиваться в свекольный цвет. Это говорит о том, что вы укрепили свой организм. Далее. У вас еще и далее? Да. У меня еще далее есть. Беру теперь огурчик, свеженький огурчик, и на крупной пирочке его раз. Огурчика можно взять в три раза больше, чем свеклы. Использовали. О, смотри. Очень красиво. Ого. Это слово, как вкусно будет. Кстати, этот салат можно сделать как соленым, так и сладким. Читаете мысли. Добавить, да, в метку. Но мы ничего добавлять не будем. Но я без ламинариев. Хорошо, ламинариев не надо. Значит, теперь, что мы еще? Наша тайная оружие это пророжшая пшеница. То есть, здесь еще в обилии тех минеральных веществ и витаминов, которые имеются, мы еще добавляем витамины группы В. И они у нас начнут делать те дела, которые должны сделать. Омолаживать наш организм. И, наконец-таки, мы с вами добавляем масло. Масло мы можем с вами взять опять-таки виноградных косточек. и все. И друзей соберу. Да, друзья уже собрались, и сейчас мы будем пробовать. Все это теперь тщательно смешиваем. И у нас получился салат, с помощью которого мы доставляем свеклу в организм, она будет только приносить пользу. Сейчас постараемся сделать так, чтобы этот салат еще был у нас вкусным. Ага. Чик. Так. Ну, смотрите, Геннадий Петрович. Ну, мячу. Ничего не надо. Я просто удивляюсь, насколько естественные вкусы хороши. Вот мы привыкли действительно к сахару, мы привыкли к соли, мы привыкли к грандице. Но когда вот это великолепнее съедаешь, просто удивляешь, насколько мы себя объединяем. И это очень важно. Вкусовые ощущения также говорят о том, насколько полнота нашей жизни должна быть. И вот этими вкусами, которые сейчас присутствуют у нас в оберенном нашем питании, мы сузили. Используйте нашу целебную кулинарию для того, чтобы расширить горизонты которые несут вам радость. Вот съешь этот салат попробуй или знаю, что со мной случилось, я просто сделал и почувствовал радость. Вы прям поете, я слышал. Да. То есть у меня добавилась та энергетика, которой мне как бы сказать не хватало, или она гармонизировалась и получилось нечто великолепное. И правда великолепно. А что у вас там, морковка, огурчик, яблочко, света? Все простое, которое у нас растет в садах и огородах. Огурец, свекла сырая, морковочка, кинза и, конечно, проросшая пшеница. Что, маслица добавили? Я бы хотела сказать, что без проросшей пшеницы, без вашего тайнного оружия, этот салат не был бы таким. Яблоко. Яблоко еще добавил, вот это яблоко, что-то он из носа. У меня, как нет слов, надо было подготовиться, но кто знал, что получится так вкусно. Абсолютная импровизация получилась у вас с этим салатом. Очень вкусно. Ну что, может быть, тогда доедим его закатываем? Доедим закатываем. Доброго вам здоровья, приятного аппетита, следуйте нашим рецептам и будьте здоровы. До новых встреч. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok